Библейский портал экзегет.ру представляет достаточно особой такой вещью, когда мы читали, мы периодически там отмечали некоторые явно христианские мотивы, и есть предположение, на мой взгляд, довольно убедительное, что эти первые две главы написаны христианами, и, может быть, это уже такое позднейшее добавление к основной части, которая как раз вот у нас тут в третьей главе и начинается, введение Ездра, того самого книжника, который был одним из вождей народа и духовных его наставниках при возвращении из Вавилонского плена, при возрождении Иерусалима, восстановлении храма, но здесь не об этом речь, хотя вот Ездра обычно с этим связывается, здесь введение про судьбу мира, про судьбу человечества, про конец времен. В 30-м году по разорении города был я в Вавилоне, по разорении города Иерусалима, то есть это посредине Вавилонского плена, и смущался, лежа на постели моей, и помышления всходили на сердце мое, ибо я видел опустошение Сиона и богатства, живущих в Вавилоне. Ну, то есть, понятно, священный город разорен, храм уничтожен, а тут язычники процветают, как это может быть. И возмутился дух мой, я начал со страхом говорить ко Всевышнему и сказал, «Владыка Господи, ты сказал от начала, когда един основал землю и повелел перстя», перстя, то есть, ну, прах земной, в общем, это может быть и о человеке так сказано, «И дал Адаму тело смертное, которое было также созданием рук твоих, и вдохнул в него дух жизни, и он сделался живым пред тобою, и ввел его в рай, который насадила десница твоя прежде, нежели земля произрастила плоды. Ты повелел ему хранить заповедь твою, но он нарушил ее, и так осудил его нас, и ты осудил его на смерть, и род его и происшедшие от него поколения, и племена, народы и отрасли их, которым нет числа». Вот смотрите, он говорит о той проблеме, которая беспокоит его, Израиль в плену, Иерусалим разрушен, но начинает с греха Адама. Вот, собственно, откуда это все пошло, да, то есть Адам не просто первопредок, и мы все каким-то образом наследуем его греховность, первородный грех, потом это будет в христианском богословии так пониматься, но весь мир, по сути дела, искажен его грехопадением. Но если бы это только было про него, то это бы ладно, а дело в том, что другие продолжают присоединяются к этой линии. «Каждый народ стал ходить по своему хотению, делал пред тобой дела неразумные и презирал заповеди твои. По времени ты навел потоп на обитателей земли и истребил их, и исполнилось на каждом из них как на Адаме смерть, так на сих потоп. Одного из них ты оставил, но и с семейством его от него произошли все праведные». Как будто нужно Богу напоминать о событиях этих времен, но это, конечно, молитва, которая одновременно богословский трактат о греховности человечества, о том, что когда-то оно все было уничтожено в водах потопа, но сейчас, наверное, это по-другому, но все равно так или иначе человечество продолжает подобным образом себя вести. «Когда начали размножаться, обитающие на земле и умножились, цены, народы и поколения, многие опять начали предаваться нечестью, более, нежели прежние. Когда начали делать пред тобой беззаконие, ты избрал себе из них мужа, которому имя Авраам, и возлюбил его, открыл ему одному волю твою, и положил ему завет вечный, и сказал ему, что никогда не оставишь в семени его». Тоже, наверное, понятно, вот как иной, так и Авраам избранник из этой нечестивой среды, праведники, которые несут дальше этот завет с Богом. «И положил ему завет вечный, и сказал, что никогда не оставишь в семени его, и дал ему Исаака, и Исааку дал Иакова и Исаава». То есть начинается умножение этого рода, который идет от Авраама. «Ты избрал себе Иакова, Исаава же отрину, и умножился Иаков чрезвычайно. Когда ты вывел из Египта семей его и привел к горе Синайской, тогда преклонил небеса, уставил землю, поколебал вселенную, привел в трепет бездны и весь мир в смятение». Это уже происходят из Египта. То, что происходит сейчас, это продолжение мировой истории, это продолжение истории избранного народа. «И прошла слава твоя в четырех явлениях, в огне, землетрясении, бурном ветре и морозе, чтобы дать закон семени Иакова и родения роду Израиля». Про мороз, кстати, трудно понять, откуда остальное. Скорее, проведение Господа Илии, пророку, когда «не в огне, не в землетрясении, но в тихом ветре». «Но не отнял у них сердце лукаво, чтобы закон твой принес в них плод». Вот это уже не очень понятно. То есть, Господь не изменил природу человека. А что, мог? Оказывается, так было можно? Мог, но тогда закон бы ничего не значил, потому что закон — это граница, которую человек призван уважать, но уважать их по своей воле, по своему согласию. Это не бетонная стенка, через которую не пройти. Это шлагбаум, который можно поднять, перепрыгнуть через него, пролезть под ним. Но бетонная стенка не позволяет судить о том, каковы твои намерения. Просто есть ты через нее, никак не пробьешься. А шлагбаум — это показывает. Да, вот закон — это шлагбаум. И, соответственно, Бог не хочет заменять его на бетон, для того, чтобы у людей не осталось никакого выбора. Он оставляет за ними это право. «Сердцем лукавым первый Адам приступил заповедь, и побежден был, так и все от него происшедшие». То есть, греховность наследуется не только каким-то мистическим образом, но она повторяется в новых поколениях. «Осталось немощь и закон, сердце народа с корнем зла, и отступило доброе, и осталось злое. Прошли времена, и кончились лето, и ты воздвиг к себе раба именем Давида, и повелел ему построить город имени твоему, и в нем приносить тебе фимиамы жертвы. Царь Давид и город Иерусалим, хотя, строго говоря, он построен был до того, но Давид перестраивает Иерусалим и замышляет построить в нем храм, хотя исполняет это уже его сын Соломон. Много лет это исполнялось, и потом согрешили на теряющий город, во всем поступая так, как поступил Адам и все его потомки, ибо у них было сердце лукавое. И ты предал город твой в руки врагов твоих. То есть вот эти бедствия, это продолжение той же самой истории Адама. Он начинает молитву с того, что он плачет о разрушении Иерусалима. Так вот, как это работает. Адам, человечество времена Ноя, человечество времена Авраама, потомки Давида, они постоянно сворачивали на этот путь, который приводил к разрушению. Неужели лучше живут обитатели Вавилона и за это владеют Сионом? Логичное предположение, раз в Вавилоне не захватили Сион, Иерусалим, значит, Вавилония не более праведная. Но, находясь внутри этого вавилонского столпотворения, внутри вот этого язычества и всего остального, невозможно это утверждать. «Когда я пришел сюда, видел нечестие, которым нет числа, и в этом тридцатом году пленение, видя душа моя многих грешников, и изныло сердце мое, ибо я видел, как ты поддерживаешь стих грешников и щелишь нечестивцев, а народ твой погубил, врагов же твоих сохранил и не явил о том никакого знамения». То есть, Господи, ты что на стороне язычников, Вавилонин, ты уже не нам помогаешь. Как это может быть? Вот в этой книге молитвы еще довольно дерзкие. Фактически он требует отчета у Бога. «Не понимаю, как этот путь мог измениться. Неужели Вавилон поступает лучше, нежели Сион? Или иной народ познал тебя, кроме Израиля? Или какие племена веровали заветам твоим, как и Аков? Но невоздаяние им неравномерно, ни труд их не принес плода, ибо я прошел среди народов и видел, что они живут в изобилии, хотя они вспоминают о заповедах твоих». То есть, с точки зрения автора должно быть так. Ты праведник, у тебя все хорошо. Ты грешник, у тебя все плохо. Автоматическая справедливость. А бывает, наоборот, праведник в унижении. Ну, может, не такой уж праведник, но тот, кто, по крайней мере, не такой грешник, как его соседи. «Итак, взвесь на весах и наше беззаконие, и дела живущих на земле, и нигде не найдется имя твое, как только у Израиля». «Взвесь на весах», да, он такой вот, как на рынке. Покупатель говорит, «Ну, что вот ты мне тут взвесил, ты говоришь, тут килограмм, здесь 700 грамм только, и то не набирается». Да, вот, Господи, взвесь уже, наконец, по-честному. Посмотри, как в Вавилоне не живут, и как мы. Уж точно они хуже. «Когда не грешили пред тобой, живущие на земле? Или какой народ так сохранил заповеди твои? Между семи хотя бы именам найдешь хранящих заповедь твоей, а у других народов не найдешь». Такая довольно дерзкая молитва, потому что обычно как, и мы это читали, допустим, во второй книге Ездры, «Господи, мы согрешили, праведен ты в своих судах, вот помилуй нас». Здесь он говорит, «Мы согрешили, посмотри на этих, эти-то грешат вообще напропалую, а что бывает, которые совсем не грешат, нет таких, поэтому, пожалуйста, Господи, уж нам ты давай помоги. Мы хотя бы, ну, иногда просто по имени, но мы хотя бы помним о том, что ты есть». Довольно дерзкое заявление. Как на него ответит Господь, мы узнаем в следующей четвертой главе. Спасибо. 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 Продолжение следует...